Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на новом выпуске подкаста исторические портреты. Меня зовут Афанасьев Андрей, и сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории архивоведения Владимир Васильевич Астафьев. Добрый день, Владимир Васильевич! Добрый день! Владимир Васильевич, готовясь к этому интервью, я уловил себя на такой мысли, что мне действительно повезло услышать от вас истории, так сказать, из первых уст, и тем более информации по вас и по вашей биографии не так уж и много в интернете и в других справочных изданиях, поэтому как раз таки постараюсь вам задать больше таких интересных вопросов, чтобы больше ребята узнали о вашем научном и творческом пути. И первый мой вопрос, как вообще начинался ваш путь в историческую науку, почему выбрали именно историю? Дело в том, что я же пришел на ИСТВФАК с РАПФАКа, вот, а на РАПФАКе нам историю преподавала Файнадорфин Литвина. Там впервые мы встретились с Алексеем Литвиным, потому что он приходил к нам и читал лекции. Ну, и кроме этого, история как-то всегда привлекала бы довольно очень так и значимо еще со школьной скамьи. А помните ли вы вообще свои вступительные испытания, кому вы задавали, как вообще это проходило, волновались ли вы? Ну, в этом плане здесь надо сказать, что если говорить об этом, то историю традиционно... Я же не один раз поступал в наш родной университет, вот. Поэтому, что касается выступлений, то оценку я всегда получал отлично по истории. Меня другие предметы подводили, поэтому... Вот. А на РАПФАКе, на РАПФАКе, ну, в принципе, там было... Во-первых, преподаватели были очень хорошие в этом отношении. Файнадорфин, она прекрасный преподаватель, прекрасный методист. И она действительно нам пыталась вложить вот именно наиболее яркие, интересные события отечественной истории. И поэтому она еще больше привлекла внимание. А вот эта вот любовь к истории, она именно идет еще со школьной скамьи, скорее всего? Со школьной скамьи, да. А что повлияло? Учитель или же какая-то... Ну, вы знаете, что касается учителя... Ну, первая моя учительница была Таисия Ивановна, я до сих пор помню, но меня всегда привлекало чтение учебника по истории еще до того, как в школе проходили ту или иную тему. И поэтому для меня это было как бы своеобразным таким увлечением. Я много читал, потому что еще в шестом классе я прочитал «Войну и мир» Толстого. Я любил читать, и поэтому это вот обусловило. А вы учились в Казани? Или же... Нет, не в Казани. Я учился далеко, в Тукаевском районе, в сельской школе, поэтому здесь все было совершенно другое. И учились вы, как я понимаю, в химкорпусе нынешнем на четвертом этаже? Да, мы пришли в 1974 году на четвертый этаж химкорпуса, где у нас помещался историко-филологический факультет, где были историки, филологи, были журналисты, все были на одном этаже. Говоря о вашей учебе, мне тут вспоминаются воспоминания Григория Научева, когда он описывает вот эти вот первые годы новосознанного ИСТФАКа, как студенты так ответственно подходили непосредственно к учебе, как они там готовились совместно, гоняли друг друга перед экзаменами и прочее. Присутствовала ли такая атмосфера на ИСТФАКе от 70-х годов, что вы прям такие были ответственные? Нет, конечно, нет, нет. Это были совсем другие времена, разумеется. У нас было две группы, по 30 человек, и, в принципе, сказать, что вот так вот чрезмерно ответственно нет. Ну, во-первых, мне как-то легко давалось, потому что уже со второго курса я именную стипендиат марксский. Вот, и поэтому память неплохая, и поэтому это все спокойно решалось. А сколько составляла стипендиат тогда? Она 100 рублей. 100 рублей. Марксский. И была ленинская еще? Ленинская была, марксский было в университете всего, по-моему, 3, что ли, где-то порядка 10 ленинских. Ну, они равноценные были просто. Да, и 100, и 100. 100, 100. Просто разные названия. Да, в этом плане, да, потому что ведь в этом отношении стипендий у студента было 45. Научные коммунисты у нас получали, те, кто учились на научном коммунизме, 50. Они, как их так сказать, поддерживали. А и повышенная стипендия была тоже 50, если вы сдавали сессию на отлично, то получали дополнительные. Ну, комплексный обед в нашей столовой стоил 50 копеек. А что, кстати, входило? Вот все так говорят, комплексный обед. Что именно входило? Ну, комплексный обед это было обычно в фирскопусе. Там входило обычно, я бы сказал, традиционно первое, второе и компот. Вот. Самым любимым местом у нас была блинная, вот здесь вот на подъеме. Вот. И туда мы с утра заходили, чтобы немножко, так сказать, поесть, и потом шли на лекцию, на первую пару. А какие у вас были впечатления от профессорского преподавательского состава? Ну, нам повезло, наверное, в том плане, что преподаватели у нас были довольно яркие, колоритные личности. Потому что и Аркадий Семенович Шоффман, и Григорьевич Научеволюсон, вот, и Нина Михайловна Силаева, Иван Михайлович Ионенко. То есть, перечислять их можно довольно долго, потому что на других кафедрах, тех же самых, были прекрасные профессора среди филологов. Вот. Поэтому, разумеется, конечно, в этом отношении, в этом отношении сравнивать, например, своих коллег со своими учителями, ну, я бы сказал, вот, может быть, в этом отношении они были более яркие, как человеческие фигуры. По личностным качествам? По личностным качествам, да. То есть, они были порой очень независимые, порой были довольно жесткие. Но в то же время, если говорить о том, например, насколько сегодняшнее поколение, вот, моих коллег активно издает труды, активно сотрудничает с западными коллегами, конечно, такого не было. Потому что издать монографию было крайне сложно, а уж тем более публиковаться за рубежом вообще было почти невозможно. Ну, вот вы так перечислили Ивана Михайловича Ионенко, и Григория Наумовича Валюсовна, и Аркадия Семеновича Шофмана. И тут сразу же возникает вопрос. Почему именно Григорий Наумович? Ну, почему не Иван Михайлович, допустим? Ну, дело в том, что здесь нужно сказать, во-первых, меня все-таки больше привлекала история не столько советского периода, а более раннего периода. Что касается Григория Наумовича Сона, Григорий Наумович, в общем-то, читал прекрасные лекции. И в этом плане мы порой даже подшучивали, копировали иногда его в своем кругу, как он читал лекции и так далее. Но самое главное, он прививал интерес к той, я бы сказал, что ли, к той эпохе, к тем людям, которые жили тогда, и той роли, которую они сыграли в истории становления нашей государственности. Вот это было интересно. И вы поэтому выбрали именно его в качестве научного руководителя? Да, но сначала я был на другой кафедре, да, конечно. А, на какой? На кафедре истории партии, да, у Зои Степана Пуцковой. Но мне там, я написал одну курсовую работу и оттуда ушел. Мне не очень понравилось. А была такая возможность переходить между? Да, студенты могли переходить окончательно. Только на третьем курсе вы решали вопрос о том, по какой кафедре вы будете специализироваться. То есть ты мог первые три курса, так сказать, протестировать? Да, мы все ходили, например, но большая часть ходили на заседания кружков по кафедрам. В том числе и на археологический кружок, и античный понедельник, и кружок на кафедре истории СССР. А вот, кстати, можно чуть подробнее про этот кружок? Кто его ввел, кто был научным укладителем? Ну, дело в том, что мне как-то времени особого участвовать в заседании кружка у меня не было. Потому что, ну, в силу того, что я пришел из армии, я сразу же сержант, я сразу меня сделали старостой на рабфаке. Когда я пришел в 1974 году после сдачи экзаменов на СССР, я был избран секретарем первого курса. Сразу же? Сразу же, да. А потом уже на втором курсе был избран секретарем комитета комсомола, историко-филологического факультета. Прямо карьерная лестница. Да, конечно. Потому что, если учесть, что до этого был Ренат Набиев, а до Рената Набиева был Валерий Федорович Телишев. То есть, это вся преемственность. Они хорошо знакомы вам. Ну, да, конечно. Как преподаватели. Да, да, да. Вот, поэтому... И вы, получается, первый курс отучились, так сказать, на вот кафедре по истории партии, затем перешли на отечественную историю, впечатлились... А, тогда история СССР, наверное. Она история СССР была, да. Вы впечатлились Григорием Наумовичем. Но вот вы говорите, что вам больше нравилась не советская, а более ранняя история. Да. Игорь Петрович чем не зашел в... А Игорь Петрович... Ну, Игорь Петрович, во-первых, он был занят в то время. Ну, про ректор. Я, кстати, забыл. Он был про ректором. И поэтому, например, он даже... Ну, знаменитый курс исторической хронологии, который он нам читал, он читал его урывками. Потому что постоянные командировки, отъезды и так далее. Это все было. Вот. Ну, и читал, кроме этого, курсы истории России. С древнейших времен. Да, да, да. То есть, они читали вместе с Ренатом Газевичем Кашвудиновым. То есть, это вот было, да. А тогда были практически какие-то занятия семья? Да, конечно. То есть, они присутствуют. Ну, традиционно на первом курсе по истории СССР это русская правда. Ну, и собор на уважение, скорее всего. Да. Ну, собор на уважение меньше, а вот русская правда гораздо больше. Поэтому мы все писали на первом курсе курсовую работу именно по русской правде. Да, на третьем курсе я пришел к Григорию Научу. К Григорию Научу, да. И как вас встретил Григорий Научу? Нормально. В целом радушно. Ну, дело в том, что меня интересовали разночинцы. А у него же монография вышла по разночинно-демократическому движению. И поэтому, познакомившись с его работой, я нашел ряд усуждений, которые связаны были с наследием Григория Валентиновича Плеханова. И мне захотелось просто более широко осветить оценку, которую давал Плеханов, роль разночинцев в истории России. Вот отсюда и интерес разночинцами. Это прям ваш личный интерес? Да, это очень. И поэтому я его поддержал. Потому что в одновременно вместе Ирина Борисовна Сидорова, она подготовила тоже диссертацию, посвященную разночинцам 18-го столетия. Ну, а я продолжил в качестве такого своеобразного продолжения, как бы сказать, как в 19-м столетии, в начале 20-го века оценивали разночинцев. И в том числе наследие самого Плеханова, например, Григория Валентиновича. И как вообще Григорий Валентинович был как научный руководитель? Он строгий был или же давал вам волю, так сказать, в плане мыслей? Ну, в этом плане, что касается руководства, то есть, ну, это как обычная же практика руководства, она всегда. Студент получает задания, то есть, и он самостоятельно начинает поиск литературы, поиск источников и так далее. А вот когда ты уже приносишь черновой вариант своего, вот здесь ты получаешь разбор по полной. Так что здесь ничего не меняется в этом отношении. И поэтому в этом отношении, конечно, Григорий научил то же самое. Касается первого варианта, например, моей курсовой работы, он так, кстати, отправил, что это не то, что это ему не нравится и так далее. Ну, а потом постепенно. Он вообще нас довольно жестко, я бы сказал, особенно по анализу источников, даже вот на пятом курсе, когда мы учились в то время. А, в общем-то, он нам дал задание довольно такое вроде бы банальное, разобрать рапорт жандармского ротмистра о событиях без. И вот каждый из нас должен был написать аналитический, своеобразный такой анализ, обзор вот этого документа и что дает нам этот документ. Ну, вот там мы получили все по полной. Единственное, кто прошел с первого раза, это была Аркадия Сальникова настолько. А как вы думаете, вот эта вот его строгость, это все-таки, как вы говорили, какие-то такие личностные качества? Или же это вот такая закалка еще вот того истфака? Ну, по всей видимости, наверное, это старые просто, не то что закалка, старые традиции. Они разные же были, наши преподаватели. Кто-то был очень таким, довольно принципиальным, кто-то был довольно лояльный. И поэтому сравнивать их в этом отношении, например, Иван Михайлович был более лояльный к студентам. Что касается Ульсона, то Ульсон, ну, традиционно раз говорили о том, что он якобы строгий. Но я не испытал этого, поэтому не могу судить о том, что он был таким жестким, строгим преподавателем. Вот Нина Михайловна Силаева, она преподавала источниковедник. И, кстати, научный руководитель Аллы Аркадьевны Сальниковой. Она была довольно жесткой. Она воспитанница ведь Ленинградского университета. Вот. И воспитанница Сигизмунда Натановича Валка. Ничего себе. Поэтому тут довольно... Вот почему в Казанском университете сложилась вот эта традиция Петербургской школы, исторической школы, особенно в области источниковедения. А сегодня эта Алла Аркадьевна продолжает эту традицию. Прекрасно. Перед этим интервью я, конечно, несомненно, готовился, смотрел различную информацию. И чисто ради интереса, Владимир Васильевич, я не знаю, удивитесь вы или нет, я познакомился с вашей кандидатской диссертацией. Я сходил в библиотеку, как сказать, ее прочитал. Ради было бы. Знакомился. И у меня возникали такие вопросы при прочтении. Во-первых, сталкивались ли вы с какими-нибудь трудностями при написании работы, связанной немного с ленинской тематикой? Потому что там же нужно было выверять непосредственно тезисы, ленинские идеи, не отходить и прочее. Ну, здесь я бы сказал, дело в том, что я работал в доме Плеханова с рукописями Плеханова. И здесь я впервые познакомился с такой удивительной методикой работы с книгами, которая была характерна для начала 20 века. Книги, которые из личной библиотеки Плеханова, они пестрят пометами на полях и на форзацах книг. И когда ты вот смотришь это наглядно, ты погружаешься в творческую лабораторию того же самого Георгия Валентиновича Плеханова. Потому что там есть оценки не просто там нота Бена, а довольно такие строки, довольно записанные и все прочее. То есть его мысли непосредственно. Его мысли, да, его оценка того, что он читает. И меня поразило прежде всего то обстоятельство, что я увидел человека довольно очень начитанного и довольно, я бы сказал, стремящегося к объективной подаче материала. Потому что, на мой взгляд, вот в начале 20 века вот это издание «История русской общественной мысли», которое предпринял Плеханов, это было довольно неординарным. Это же социал-демократ. Он издает «Историю русской общественной мысли». Но меня больше всего поразило, что в отличие, например, от ленинских работ, ну, давай, развитие капитализма в России, например, и так далее, он прочитал довольно очень много работ профессиональных историков. Костомарова, Соловьева, Ключевского. Он полемизирует с ними по некоторым поводам и так далее. Но он во многом, во многом учитывает тот опыт, который был реализован вот этими историками. А вы вот это вот как раз-таки заметили, то, что он знакомился непосредственно с этими работами, потому что эти книги есть в его библиотеке, он там указывал непосредственно память о своих. Да, да, да. Он читал довольно много материалов. Ну, вот, например, ну, по крайней мере, многие вещи, которые я смотрел, были для меня несколько неожиданными. Например, когда он рассматривает историю России, историю общественной мысли России 18 века, например, его очень интересовали масоны. «История российского масонства». У него где-то в ближней библиотеке насчитывается где-то около пяти или шести книг по истории масонства. Вот. Конечно, здесь сложность работы заключалась в том, у Плеханова, он писал эту книгу за рубежом, и ему недоступны были архивы. Но зато его литературой снабжал знаменитый наш, я бы сказал, библиофил, книгоиздатель Николай Рубакин, который пересылал ему новейшие издания, которые выходили в Россию. Вот. И в этом плане, вот здесь я, когда стал смотреть вот те работы, которые он посмотрел, мне было довольно интересно узнать, что некоторые его подходы, сюжеты, они отличаются, во-первых, от той классической уже схемы, которая нам хорошо известна. Потому что к этому времени, мы, например, мы же уже прошли историю 19 века, начала 20-го. Мы знаем оценку Плеханова и так далее, полемику между Лениным и Плехановым. И вот здесь, когда смотришь, особенно его черновые вот эти пометы, ты понимаешь, что он был в некоторых случаях, ну, более что ли, на мой взгляд, более объективен по отношению к историкам России, профессиональным историкам России. И это как раз вот привлекает вот это стремление к объективному, взвешенному изучению, например, исторической литературы, которая была уже издана. Но при этом говорить в работе, в самой диссертации, что Плеханов, допустим, наибольше объективен, нежели Владимир Ильич, это, конечно... Ну, это, конечно, это было недопустимо. Но при этом мне просто хотелось прежде всего во многом показать всю же ту роль, которую он сыграл именно вот в изучении, например, истории русской общественной мысли и, прежде всего, вот этого социального слоя, как разночинцы, которые они сыграли, ну, в то время мы же написаны в самом заглаве, роль разночинцев в русском освободительном движении 19 века. Вот это да. А вы сами решили туда поехать, в Дом Плеханова, или же вас Григорий Наумович направил? Ну, Григорий Наумович просто это самое, он рекомендовал, что, возможно, там есть какие-то материалы. И меня там очень хорошо приняли. Но это ведь работа в Доме Плеханова была связана уже во время диссертации, когда Аспиранский. Ну, вот я там был трижды, ко мне очень хорошо относились. Там, кстати, мне повезло, что директором Дома Плеханова была урожденная Фельмонова из Казани. Поэтому она мне даже давала льготы при заселении, там, например, служебные общежития и так далее. Поэтому это было... А вас свободно допускали к документам? То есть это вполне нормально? Да, там было нормально. Дело в том, что это же открытый архив. И поэтому здесь не было никаких проблем. Естественно, что там не было никаких рукописных материалов, связанных с Лениным. Только лишь переписка, ну, письма, дельные письма Плеханова и переписка между членами группы освобождения труда. Там довольно интересно было читать. Ведь парадоксальность заключается в том, что работы Плеханова, несмотря вроде на это неприятие между меньшевиками и большевиками, его собрания сочинений издавались дважды в советский период. А сборники группы освобождения труда выходили. И последний, по-моему, вышел, если мне не изменять, в 1938 году. Так что здесь, в общем, довольно своеобразная такая ситуация. Основная такая вот проблема, основная цель — это непосредственно изучение именно вот этого феномена разночинной, именно интеллигенции. Вот термин интеллигенция, он же такой довольно спорный в отечественной историографии, потому что единой трактовки нет. И каждый трактует интеллигенцию по-своему. Как вы трактуете интеллигенцию, Валерий Васильевич? Что для вас интеллигенция, допустим, во второй половине 19-го, начале 20-го века? Ну, вы знаете, что ведь впервые этот термин ввел в нашей литературе Бабарыкин, Петрович Бабарыкин, тоже студент Казанского университета. И в этом плане, что касается здесь полемики, которая была, особенно на рубеже 19-го, 20-х веков, Дело в том, что ведь вышел целый ряд работ, посвященных истории русской интеллигенции. Наготовник овсяника Куликовского. История русской общественной мысли Иванова Разумника. И вот в том числе и потом вот и Плеханова и так далее. То есть речь шла прежде всего о той группе образованных людей России, которые своим долгом считали, прежде всего, сделать все для освобождения русского народа от вот этого самодержавного строя. И, разумеется, стремление во что бы то ни стало, как можно более отдать сил на просвещение народа. Вот образование, просвещение и борьба за политические свободы. Вот в этом плане есть понимание интеллигенции. Потому что среди интеллигенции ведь были не только, и в том числе и среди разночинцев, были консерваторы. Не только борцы с самодержавием. Потому что, если вы помните, я же вам даже в лекции читал по поводу Михаила Петровича Погодина, который известный русский историк, который родом из крепостных, который в своем дневнике что пишет? «Хорошо бы иметь деревеньку. Душ Эдек 100. Я бы решил многие проблемы, стоящие сегодня передо мной». Вот все. То есть в этом плане вот только ориентироваться происхождением никоим образом нельзя. И особенно, когда речь идет вот о той роли, которую сыграли те или иные видные политические деятели России с 19-го, начала 20-го века. Вот вы говорите «образованная часть». Что вы вкладываете в понятие «образованная»? Потому что, я отмечу, у меня диплом бакалаврский непосредственно по чувашским педагогам. Я в названии указал «чувашская педагогическая интеллигенция». И вот спустя два года я понял, что этот термин, он некорректен. Некорректен. Некорректен вообще. То есть это какая-то, ну вот, какая-то немножко, наверное, советская такая отсылка. Советское наследие присутствует. Что просто лучше назвать их «чувашские педагоги». Интеллигенции их назвать, конечно же, нельзя. Но вот что мы вкладываем в понятие «образованный»? То есть они могут закончить, допустим, университет или какое-нибудь среднее заведение? Или же они просто будут просто грамотными людьми и ознакомятся с этим работой? Нет, здесь в этом плане, на мой взгляд, все-таки это связано с определенным уровнем образования. То есть это университетское образование в любом случае. Обязательно. Ну, гуманитарное или естественно научное, техническое образование, которое ведь предполагало в программу входил довольно большой курс дисциплин, который формирует мировоззрение человека. Поэтому это не только, например, история Отечества, или как у историков, это история Русской Православной Церкви, всеобщая история, но это еще и философия. И в этом отношении, конечно, вот тот уровень общего мировоззрения для интеллигенции, он довольно значим, в каком плане? Они очень хорошо осознавали ту роль, которую они могут сыграть ради процветания и могущества своей страны и ради интересов своего народа. Здесь ведь есть вот один такой момент, вот это кающиеся дворяне и разночинные интеллигенции. То есть это ведь не случайно ставится вопрос, не случайно как бы сказать о преемственности вот этих, я бы сказал, общественных сил. И не случайно, вот если взять работу Овсяника Куликовского «Историю русской интеллигенции», у него вся история русской интеллигенции дается весьма своеобразно. Он анализирует литературных героев, известных русских писателей, которые, по его мнению, наиболее типично отражают основные черты, присущие молодому образованному меньшинству в Российской империи. Люди занимались самообразованием, выходило много литературы. Литература такого карманного типа, которую можно положить в себе в карман по истории, по литературе, по физике, по химии и так далее, по юриспруденции и так далее. И мало того, как правило, довольно значительная часть профессоров и преподавателей университетов преподавали в воскресных школах. И в этом плане привносили образование тех или иных, особенно общих каких-то понятий в широкие слои населения. Причем ведь эти воскресные школы были бесплатные. И это было да. Мне, кстати, это тоже поражало непосредственно при работе с бакалаврским диплом, когда я анализировал восприятие чуарским населением, крестьянским, той же самой периодической печати. И меня поражало, что они, помимо, допустим, духовной литературы, каких-то духовных книг, жития святых и прочее, они интересуются исторической литературой. Казалось бы, люди, не владеющие тем же самым русским языком зачастую, они интересуются историей страны. Это, в принципе, здесь... Ведь интерес к собственной национальной истории в России проснулся после Отечественной войны 12-го года. Вот когда в русском обществе проснулся интерес к истории своего Отечества и широкие слои... Ведь я же говорил вам даже на лекции по поводу Карамзина, его знаменитой истории государства российского, подписчиками, а это 60 рублей, по тем временам большие деньги, были даже крестьяне, например, в Илькутской губернии. Не только, например, дворяне, не только купцы, но и даже крестьяне. И вот этот знаменитый эпизод из жизни одного нашего деятеля Русской Православной Церкви, который пишет письмо своему отцу. Тятенька, милый, не присылай мне лепешек, не присылай мне денег. Пришли мне, пожалуйста, Томик Карамзина. Я его буду читать и буду хорошо учиться, я тебе обещаю. Вот это интерес, который затронул Шаам самые широкие слои. И вот в этом плане то, что вы говорите, это да, конечно. Меня, например, поразила знакомость с материалами земств. Я был удивлен тем, что многие школы открывались именно по ходатайству самих крестьянских общин. Они писали письмо, что они согласны содержать дом и прочее, но вот пришлите педагога. То есть это ведь тоже парадоксально. Откуда вот такое стремление, чтобы своим детям дать образование? Ведь при всей той загруженности сельскохозяйственным трудом, который имел место в крестьянской семье. А как вы, если мы возвращаемся обратно к вашей кандидатской диссертации, как вы сейчас вообще ее оцениваете? То есть это достойный труд или же его нужно переделать? Нет, но то, что его нужно переделать и дополнять, это вне всякого сомнения. Потому что часть материалов, которые у меня есть, их можно было бы, конечно, включить в работу. Но дело в том, что ведь мы в то время очень четко осознавали требования, которые предъявлялись к нам. В введении обязательно ссылка на Владимира Ильича, либо Карла Маркса, либо на решение очередного съезда. Мне, кстати, это позабаивало, я когда посмотрел методологию исследования, труды Маркса, Энгельса и Ленина. И все, больше никаких методов, ничего. Нет, ну, дело в том, что ведь сам курс метода исторического исследования не преподавался, не изучался специально. И методология была одна, марксиско-ленинская методология. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Давайте сейчас тогда немного отойдем от научно-советской деятельности и вернемся к вашей студенческой жизни. И поговорим про вашу, в кавычках, общественную деятельность, а именно про участие в снежном десанте. Как вы вообще туда пришли? Как у вас появилась мысль вступить в этот отряд? Ну, во-первых, надо сказать, что ведь мы все, как правило, дети участников войны. Потому что мой отец закончил в Вене, ему был 21 год. И с 43-го года, он участник Курской битвы, он находился на фронте. Он дважды горел в танке. То есть и в этом плане мы все это хорошо ощущали. Хотя никто из родителей, вот я, насколько знаю, у нас с Рафаилем Валерьевичем Шайдульным, у нас оба отца, оба танкиста, но никто, ни мой, ни его отец, никогда не любили говорить о войне. Но в этом плане мы же читали литературу, мы смотрели кинофильмы о войне, документальную хронику. Это в какой-то степени, ну, ставило вопрос о той, будем говорить, что ли, необходимой дании тем людям, которые погибли ради своего отечества. И поэтому в этом плане я пришел в наседание кружка, и на первом курсе я уже пошел в снежный десант. Потому что снежный десант, это ведь довольно собрание таких неординарных студентов. Это и Телишев, это и Леонид Сергеев, это в этом плане и Николай Игнатьев, это Тахир Габдульбаров. То есть там был и Ренат Набиев тот же самый. А вы проходили какой-то отбор? Потому что Телишев тот же самый рассказывал, что строго отбирали. Был отбор, я бы не сказал, что строгий. Большей частью это было связано с тем, что нужно было выполнять какую-то определенную работу. Связанную, например, с тем, что ведь снежные десанты на нашем факультете ходили по местам боев дивизий. То есть 304-й, потом 69-й дивизий галдийская. Это одна особенность, которая требовала от нас, что мы должны были написать какой-то рефератик по поводу тех или иных сражений, в которых участвовало это воинское соединение. Вот это вот да. Если ты выполнял эту работу, то тогда к тебе и отношение было совершенно другое. А Иван Михайлович как принимал участие в этом? Иван Михайлович, во-первых, он был инициатором этого движения, и во-вторых, он же был офицером 334-й строковой дивизии. И он очень часто встречался с нами, давал определенные какие-то рекомендации. В этом плане он был совершенно иным человеком, который был на лекциях. То есть он был более такой доброжелательный, рассказывал немало интересных каких-то эпизодов и так далее. Например, вот я впервые от него услышал, что в 1945 году, когда они возвращались из Восточной Пруссии, и был настрой такой, мы победители, мы возвращаемся в страну. И вот этот шок, который они испытали на Смоленщине, когда они увидели, как женщины пашут на себе землю, которые в плуге запрягают там коров, а иногда и сами тащат этот плуг. Вот это было для нас таким шоком, и мы еще больше совершенно иначе стали оценивать ту работу, которая проведена вот в тылу для этой победы и так далее. Поэтому это вот моменты, которые никогда, нигде не публиковались. И точно так же, когда мы оказались, например, вот во время снежного похода, оказались, например, под Сталинградом, и вот когда нам показали вот эту, я бы сказал, историю, связанную с нашим концлагерем, вот, хуторь вертячим, когда там загнали в балку наших военнопленных, которые кормили, в общем, трудно, никакого там не было строения, люди рыли себе пещерки и выживали с трудом, потому что там погибли тысячи и тысячи наших военнопленных, они буквально выживали. То есть вот это совершенно страшно, дико, непонятно. Вот. Это было, да, это вот такие вот эпизоды, точно так же, как, например, эпизоды, связанные с тем, что за небольшое какое-то селение погибали сотни солдат. Вот. Это вот Балошкин. Да, Балошкин, да, знаменитая деревня. Там сейчас вот, когда мы приехали, там живет где-то, по-моему, пять или шесть дворов. Вот. А погибло за эти Балошки порядка где-то более десяти тысяч человек. В общем, это тяжело. Вот. И особенно, что еще в какой-то степени мы считаем делали доброе дело, мы приходили в военкоматы и просматривали карточки погибших на территории этого района, находили своих земляков. И потом, когда приезжали, мы рассылали извещение о том, что вот такой-то похоронен в такой-то братской могиле. И, вы знаете, мы встречались в целом рядом случаях, когда эти не доходили свидетельства о смерти, например, их близких и там-то. И они были нам благодарны. То есть, вот. А так, в принципе... В этом и разительно отличается деятельность того снежного десанта от нынешнего. Потому что сейчас совершенно иная работа. Сейчас же агсгумация останков. Да, непосредственно. Ну, а у нас больше было вот именно работы еще какого плана. Мы довольно много занимались агитационно-пропагандистской работой. Потому что нас, как правило, селили в школах, спортивный зал, матрасы. Ну, и мы там располагались. Вот. И мы проводили концерты. В общем-то, готовили такие концертные мира, которые связаны с военно-патриотической песней и так далее. Потому что Леонид Сергеев исполнял, например, свою песню собственного сочинения. То есть, это было тоже довольно интересно и потрясающе. Ну, и хорошо известные, я бы сказал, песни времен Великой Отечественной войны. Ну, и после того, как это самое, послевоенные уже в кинофильмах. То есть, в этом плане, да. А командиром у вас кто был? У нас командиром был Валерий Федорович Тельдышев, а потом стал Тахир Габдульбаров. И сколько походов у сходили? Четыре. Четыре похода. Какой из них самый такой запоминающийся? Ну, наверное, вот это поход Волгоградский, и потом вот этот поход по Белоруссии, связанный с Балошками и так далее. Потому что там впервые мы увидели, ну, это как бы нам сложно, у нас этого нет такого. А у них-то это, по всей видимости, довольно встречающееся явление. Они показывают на мужчины и говорят, вот этот полицай, он предатель, мы с ним отношения не поддерживаем. Вот понимаете, человек идет по деревенской улице, от него все сторонницы переходят на другую сторону улицы. А при этом вот остался жив. Да, да, их же в 56-м году всех же помиловали. И в том числе и ооновцев, бандеровцев всех. Это, я не считаю, что это лучший был вариант, особенно вот помилование, в данном случае, такое большое количество бандеровцев. Потому что это привело вот к тому, что сейчас имеет место на Украине. А тогда, когда вы ездили, вот эти настроения, они присутствовали какие-то такие? Нет, нет, мы были на Украине. На Украине нас встречали очень хорошо, гостеприимно. Я до сих пор помню вот Хутор Субботев, это родовое имение Богдана Хмельницкого. Там просто вот нас принимали как самых дорогих гостей, там все. И в целом население очень хорошо относилось. И в принципе, я бы сказал, вот этой проблемы никогда не возникало. Я не был на Западной Украине, но Валерий Федорович Телишев и другие, Тахир Габдульбаров, они там были. Так что мне трудно судить по поводу того, как относились к Прибалтике. Хотя, будучи сам в Прибалтике, ну, в целом ведь здесь население-то, оно относилось лояльно. Дело, как правило, вот эти чисто националистические компоненты, они среди творческой интеллигенции же главным образом накапливаются, начинают. И потом уже выплескиваются на рядовое население. Давайте с вами сейчас перейдем к следующему моменту. Говоря вот о местном, так сказать, пантеоне историческом нашего Казанского университета, я недавно себя тоже поймал на такой мысли. А вообще, какова величина именно этих историков и их научного наследия для отечественной историографии? Мы их выделяем как таких великих, действительно, выдающихся историков только потому, что у каждой такой местной исторической школы должны быть свои герои? Или же действительно их работы влияют на всю отечественную историю? Ну, здесь в этом плане, разумеется, конечно, вот мы о чем должны говорить. По крайней мере, вот когда мы говорим о казанских историках, то, разумеется, одним из наиболее ярких казанских историков является Афанасий Прокофьевич Щапов. Хотя, с точки зрения того времени, когда он преподавал, это очень, с точки зрения исторической науки, уничтожено малое время. Он пришел в октябре, точнее, в ноябре, а уже в мае месяце он был арестован. То есть, в этом плане, то есть, 60-61 год. Но, с другой стороны, в этом плане, если говорить о тех работах, которые восприняты были историческим сообществом, конечно, это работы Николая Алексеевича Фирсова по колонизации. Это работы Дмитрия Александровича Корсакова, связанные, я бы сказал, с историей, прежде всего, администрации управления Казанским краем. Ну, и Николая Николаевича Фирсова. То есть, это вот определенные, которые, так сказать, фигуры, которые в значительной степени вошли в определенный набор имен русско-исторической науки в целом. А если брать не имперский, а советский период? Советский период, то в этом плане здесь мы с вами должны понимать, что довольно своеобразно. Во-первых, советский период, если учесть, что ИСФФА был закрыт, и в 1939 году открылся исторический факультет, и на весь город нашли только два преподавателя. Один из них плакатен, который прислали из Московского университета вот сюда для чтения курса истории партии, как известно. А что касается последующих поколений, они находились в довольно непростой ситуации. Конечно, если говорить о 20-х, начале 30-х, то это Михаил Ксавельевич Корбут. Хотя он не был профессиональным историком, но его история Казанского университета говорит сама за себя, который очень много часто цитирует и так далее. Что касается вот уже послевоенного периода, ну, в военный период, вы знаете, у нас приехало довольно немало известных историков. Греков, это правда. Да, хотя их вклад довольно весьма своеобразен, потому что Греков, да, Борис Дмитриевич Греков, потому что Вульсон говорил, что это вот яркое воплощение вот истинного русского интеллигента, который даже в холодное время приходил на занятия в костюме, в белой рубашке, несмотря на страшный холод в аудитории, что он приходил к ним на заседание научного кружка, участвовал в обсуждении темы и так далее. Но Евгений Викторович Тарли, он не столько жил в Казани, сколько занимался агитационно-пропагандистской работой. А в послевоенный период, конечно, здесь, ну, будем говорить, разделение, во-первых, кафедр произошло, то есть, что касается истории Сыра и всеобщей истории, то, что всеобщей историей возглавил Шоффман, который в силу причин личного плана ему пришлось выехать из Ашхабада и поселиться здесь. Он выпускник, кстати, Ленинградского педагогического института имени Герцена. Вот, ну, а потом, здесь у нас кафедра возглавлял долгое время и Писарев, но это не родственник Става Владимировна Писаревой, да. Это вот как раз один из тех красных профессоров, который закончил институт красной профессуры и довольно жестко пытался руководить и нашей кафедрой истории СССР. Да, там же Вульсон даже пишет, что это была поговорка, из филфаки один профессор-историк, это Писарев. Да. Ну, у нас есть еще такая рубрика, она называется «Время и люди». В чем заключается эта рубрика? Вам нужно будет охарактеризовать одним словом или, допустим, одной фразой, не обязательно можете расширить свой рассказ, историков косвенно или тесно связанных с вашей научной деятельностью. Косвенно или тесно. И вот начнем непосредственно с Григория Наумовича. Ну, он профессионал. Профессионал. Да. Он, хотя говорили, ну, будем говорить о непростых отношениях с его ученицами особенно, что якобы он был довольно придирчив, все прочее, и в том числе с учениками. Я не испытал этого. Поэтому. Альтер Львович Литвин? Альтер Львович Литвин, он, ну, это был человек, который создал нашу кафедру, и ему удалось создать вот коллектив, который оказался очень, я бы сказал, вот, плодотворным и гармоничным в этом плане. На кафедре не было склуг, на кафедре присутствовали именно те люди, которые с точки зрения Альтера Львовича в значительной степени, ну, определяли вот эти направления, и источниковическое, и историографическое направления. Поэтому я ему очень благодарен. Артем Валентинович Кристининов. Ну, это мой ученик. Вот. Собственно говоря, во многом, хотя это, иногда говорю об этом, но, в принципе, мне пришлось уговаривать его, чтобы он остался у нас, когда поступал. Он хотел, в общем-то, учиться либо в Москве, если не в Москве, то в Петербурге. А вы его оставили здесь, сохраняли? Да, ну, мы, в принципе, разговаривали с ним и с его мамой, это было в кабинете Чеглинцева, как раз мы вдвоем. И я предложил, я говорю, ну, а зачем сейчас сразу же ехать туда, он же медалист, у него были шансы же, вполне реальные шансы, чтобы поступить. Я говорю, это очень большие затраты. А неплохо, лучше гораздо будет, если он закончит вот у нас, а уже в аспирантуру он может ехать куда угодно. Сохранили для нас такой ценный кадр. Ну, в принципе, мы же старались в этом плане, как сегодня у нас говорит наш заведующий кафедр. Александр Альтерович Ледвин, он говорит же по этому поводу, что он тоже собирает наиболее интересных, ярких молодых людей, чтобы передать кафедру. Сейчас резко перескочим. Николай Павлович Загоскин. Николай Павлович Загоскин, ну, интерес у меня к нему так и оказался нереализованным, к сожалению. Но фигура довольно яркая, меня поражало его значительное знание в целом истории российского государства. Сам по себе человек был очень интересный и яркий. Вот, сегодня трудно представить, но это, да, профессор, юрист, но в то же время это рецензент всех музыкальных произведений, которые были на сцене нашего театра. У него было персональное кресло в ложе. Он писал рецензии, он был очень популярен среди студентов и хорошо известный в воспоминаниях его дочери и воспоминаниях современников, что, например, известные эпизоды, связанные с проведением дня университета, который проводили обычно в Варянском собрании на Площади Свободы сегодня, студенты приносили его на руках. А жил он здесь вот как раз у нас с вами на склоне, вот ниже. Поэтому там была редакция газеты «Волжский вестник» на первом этаже, а на втором он жил своей семьей. А так это, в принципе, довольно яркий, своеобразный человек. Особенно меня, например, поразили... Ну, сегодня у нас студенты редко во время работы, магистраны редко смотрят такие, я бы сказал, издания, учебных пособий, литографированные издания. Так вот, литографированных изданий по его курсу лекций очень много. И там существуют определенные пометы студентов, довольно весьма интересные порой. И там ты видишь, в общем-то, оценки довольно яркие относительно его лекций, относительно его суждений и так далее. Вот действительно, в какой-то степени мы, как правило, зациклимся чисто на историках. А он историк права, но он, тем не менее, историк России. Потому что его Боярская дума, в общем-то, это стало своеобразным, я бы сказал, моментом полемики по поводу того, например, милиция Васильевна Нечкина обвинила в том, что Загозкин специально стремился опередить Ключевскую, поэтому издал раньше времени свою монографию. Хотя в этом плане я опубликовал статью по этому поводу, что здесь совершенно не так. У них подход совершенно различный. К тому же он не столько стремился опередить Ключевского, а освобождалась вакансия профессора. А ему хотелось занять эту должность. А чтобы занять эту должность, надо было защитить докторскую инсцентрацию. Ну вот вы в своем рассказе упомянули человека, про которого я хотел спросить как раз следующим, про Василия Осиповича Ключевского. Как Вы его охарактеризуете фразой или словом? Ну, одарен, талантлив и настойчив. Настойчив. Да, я же говорю Вам, он с детства заикался. И мы сегодня знаем прекрасное выражение лекций Ключевского. Для того, чтобы читать лекции, он ведь занимался вот такой методикой, который же со времен античности, с этими камушками, во рту шариками, чтобы преодолеть вот это самое заикание. И кроме того, у нас есть такое впечатление об этом человеке, что вот ему так легко все давалось. Это не так. Почему? Потому что в его записках сохранялись свидетельства, что он над каждой лекцией очень долго упорно работал. Вот каждая лекция, хотя они повторяются, для него это был очередной вот такой как бы экспромт, но какого? Вот все знаменитые его фразы, они дома продуманы, они не просто появились в результате чтения лекций. И поэтому в этом отношении, конечно, он довольно много работал. Не случайно ведь его курс лекций стал настолько популярен. Мало того, его ведь издавали пиратским способом. Вот на таким же литографированные лекции его распродавались. И сохранилось ведь письмо. Ну, во-первых, у Ленина же есть, что единственный из профессоров, которому он относится уважительно, это Загозкин. Лекции, которые он посещал. И вот его сестра Ольга пишет ему, что если хочет он, то она купит ему лекции Загозкина, курс лекций по русской истории, которые широко распродаются. Но это было пиратское издание, он не получал гонорар за это. И его уговорили, и только начиная с 1903 года, 1904 года, он стал издавать свои тома, вот курсы лекций по русской истории. Вот, поэтому в этом отношении этот человек был довольно своеобразный, яркий. Хотя у него была вот черта, с которой я никак не могу примириться. Это, во-первых, если мы читаем Боярскую думу, мы не видим ссылок почти на своих предшественников. Только Василий Васильевич. Он единственное, что упоминает Татищева, Соловьева, Костомарова, а вот Загозкина вообще не упоминает. Это было шокирующим для исторического сообщества. Они задавались вопросом, но Василий Васильевич Ключевский отмачивался долго, а потом опубликовал, что он считает необязательно ссылаться на работу Загозкина. Ну и в заключении нашего выпуска такой небольшой блиц-опрос. Можете отвечать коротко, можете отвечать развернуто. Вопросы тоже, конечно, довольно-таки своеобразные. Вадим Васильевич, Соловьев или Ключевский? Ключевский. Ключевский. Беззаботное студенчество или кропотливая научно-соединская работа? Ну, беззаботное студенчество, оно всегда остается юностью, о которой вспоминаешь. Топ-3 казанских историков за все время. Вот именно три для Вас самых главных. Ну, здесь есть один момент. То, что для меня, это одно. А для оценки уровня развития исторической науки в Казани, это другое. Про историческую науку мы поговорили. То, что лично для Вас. Ну, для меня, пожалуй, наверное, и Вульсон, и Литвин. Старший, конечно. С младшим-то мы учились вместе. Вот. Ну, и давайте я не буду дальше это самое. Потому что там примерно одинаковые... Для Вас будут два. Два главных. Ваш любимый период в истории Казанского университета и почему? Ну, любимый в этом плане, это все-таки для меня вторая половина 19 века, начало 20. Потому что это время, когда Казанский университет становится известным не только в России, но и в мире. Это расцвет естественных наук, это расцвет медицины. Казанская медицинская наука называет ведь... То есть медицинская наука России называет это золотым веком Казанской медицины. Вот конец 19, начало 20 столетия. Вот. И очень много ярких лиц, которые внесли. И потому что Зинин, Бутлеров, химия. Вот. И в этом плане, и среди историков мы видим, как правило, историки тоже появляются, формируются на второй половине 19 века. О медиках уже говорить не стоит. То есть потому что здесь целая плеяда их. Когда идешь вот особенно по улице там Бутлерово, без конца видишь мемориальные доски. Вот. И точно так же, как у нас, вот идешь мимо института химии, сплошные доски. Это все вторая половина 19, начало 20 века. Ну и заключительный вопрос. Что нужно делать, Владимир Васильевич, чтобы не завалить экзамен по историографии? Здесь ведь, как правило, вы же знаете, что я не настолько, будем говорить, строгий экзаменатор. Ну да. Поэтому в этом плане, ну, во-первых, хотя бы тот объем, который вы должны подготовить, это прежде всего и лекционные курсы, потому что я стараюсь именно лекционные курсы сопрягать с теми вопросами, которые есть в билетах. Вот. Ну и, во-вторых, очень ценится ваша, прежде всего, начитанность и знакомство, например, не просто вот с этим учебником, хотя учебник сегодняшний студент и не читает. Я, когда удивляюсь, когда на четвертом курсе, я узнаю, что он, оказывается, в библиотеку ни разу не ходил. Вот это парадокс, который для нашего поколения, это дичайший просто. У нас самый последний троечник в библиотеке будет обязательно. А сегодня это как-то стало своеобразным таким модным веянием. И все, подготовка, например, к тому же самому курсу истории исторической науки или историографии связана с тем материалом, который сумеет студент вытащить из своего телефона. В целом у нас все, Владимир Васильевич. Большое вам спасибо за столь содержательную, приятную. Ну, вам спасибо. Я только вот... Единственное, что не понял, чем интересен я. Нет, нет, очень-очень интересны. И ваши ответы действительно нас обогатили во многом. Сегодня у нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории архивоведения Института международных отношений Казанского федерального университета Владимир Васильевич Астафьев. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин